Отреагировав на жалобы местных жителей, Макеевский водоканал решил провести по сельчанам новый водовод в обход кладбища. Эти трубы проложились здесь месяц назад, но до сих пор траншеи остаются открыты. За это время земля осыпалась, а яма начала превращаться в мусорник. Местные жители возмущаются. Новый водовод проблему с водой не решил. Даже наоборот, качество осталось таким же, а вот сама вода из кранов практически исчезла. Дом Валентины Филимоновой в самом начале поселка. Сюда жидкость еще кое-когда ходит. Одно такое ведро может набираться полдня. Посельчане жалуются, проблемы с водоснабжением были всегда. Но при старом водоводе напор был лучше. Теперь же у тех, кто живет в конце поселка, вода даже не капает. Сейчас уже зима, мы без воды сидим. Мы с ямы вычерпали, где там и кошки, и собаки, и все на свете. Мы без воды сидим. Вот как разрыли они, с тех пор мы без воды сидим. И сколько это будет продолжаться, мы не знаем. Вот вырыли песка, навезли. А что дальше, неизвестно. Ударит мороз, эта труба замерзнет, и вся вода наша. Вот так мы пили ее, так мы ее и будем пить. Или муляку, или с ямой, с той пожарной, с которой уже все вычерпали. Люди неоднократно обращались к коммунальщикам с проблемой напора воды. Объясняли, что далеко не во всех домах она есть. В водоканале же утверждают, у них было задание только поменять водопровод, вынести его за территорию кладбища. А то, что в домах сухие краны, виноваты сами жители. В вопрос стоял не о улучшении водоснабжения поселка, а о выводе водовода, чтобы он не проходил через кладбище. Поэтому самая точная труба, как вода идет, шла у жителей, так она идет. Те жители, которые раньше все поменяли водопроводные трубы, на новые у них вода идет нормально. А те, кто не поменял, так она идет. Поэтому если будет вопрос стоять о улучшении водоснабжения, значит надо совместно с водоканалом решать вопрос о замене труб. В водоканале говорят, все санитарные и технические нормы при прокладке нового водовода соблюдены до ближайшего захоронения больше 20 метров, а глубина залегания трубы более 80 сантиметров. Этого достаточно, чтобы она не промерзла даже при сильных морозах. То, что траншея остается открытой, объясняют отсутствием необходимой техники. Но пообещали, что в течение двух недель все работы закончат. Наталья Некрасова, Андрей Горожа, Алексей Логвин, Панорама.